мы рады вас приветствовать на нашем канале visit and food и с вами как всегда дима и лена и сегодня для нашего честного обзора мы приехали в красивое и шикарное место и вы сами это поймете посмотрев это видео ну а пока мы лишь скажем что он находится в 20 минутах езды от центра риги поселке бабета ну что ж и по традиции с нас вкуснейший рецепт так что бегом за вкусняшками наливайте охладительные напитки нам и поехали въезд и отъезд в этот дом происходит самостоятельно так и хозяева соблюдают меры предосторожности связи с ковидом ключи уже были в дверях а все необходимые инструкции мы получили по ватсапу и это очень удобно а главное безопасно сама территория небольших размеров но это частный сектор здесь располагаются два дома один домохозяев и один гостевой территория очень ухоженная и красивая а газоны все пострижены здесь же можно найти несколько небольших но красивых клумб а часть территории занимают сосны и другие деревья на которых расположены кормушки для белок и скворечники вся территория окружена забором вдоль которого стоят фонари а с забором начинается сосновый лес одноэтажный дом построен из газобетона и его площадь составляет 125 квадратных метров отделка фасада выполнена в светлых тонах и очень классно сочетается с темно-коричневым цветом от рам окон и дверей и вообще сам дом выглядит очень свежо аккуратно и современно в доме есть два входа один из которой главный и у которого находится навес где вы можете оставить машину и второй который ведет на задний дворик где располагается также зона для барбекю с мангалом обеденным столом и скамьей где вы можете очень классно провести время и покушать на свежем воздухе и 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 в доме внутрь сразу же создается ощущение что ты находишься во дворце с резными дверьми мебелью шикарными шторами и изысканной внутренней отделкой хозяева изначально строили этот дом для себя поэтому каждая деталь здесь продумана с особой тщательностью здесь очень много антиквариат а сувениров привезенных из-за границы вся мебель очень изысканная и расставлена со вкусом И вообще весь интерьер дома создает ощущение уюта и комфорта. Через главный вход мы попадаем в небольшую прихожую. Здесь есть вешалки для верхней одежды, зеркало с небольшим комодом и сундук с тапочками. И тут же есть две двери. Одна ведет в помещение с бассейном и баней, а вторая в уборную. Сама уборная очень чистая, просторная и светлая. Пол и стены здесь выложены красивой плиткой, а на стенах висят картины. Раковина очень удобная и современная. И здесь же есть мыло для рук, освежитель воздуха и салфетки. Сам дом сделан в виде большой студии и поделен на несколько зон. Начнем с гостевой. Здесь в середине стоит большой обеденный стол с красивыми резными стульями. Рядом расположена очень оригинальная сафа. И тут же стоит красивый шкаф с посудой и спиртными напитками. Прямо над ним на стене висят старинные часы с маятником. На противоположной стороне находится старинная антиквариатная английская печь. А сразу над ней на стенке висят антиквариатные вещи и сувениры. В этой же зоне находится большой телевизор со спутниковым ТВ, Нетфликсом и смарт-ТВ. И здесь же включается музыка в помещении с баней и бассейном. Рядом с телевизором находится большая дополнительная кровать. Гостевая зона переходит в кухню. Она очень оригинальная и стильная. И вообще очень просторная. Здесь на стенках также висят сувениры. На кухне есть вся необходимая посуда и кухонная утварь. Так что вы с комфортом сможете приготовить практически любое блюдо. Здесь есть соковыжималка для цитрусовых и гранатов. Есть блендер, кофемашина и даже фондюшница. Из кухни мы сразу впадаем в спальню, которая отделяется шикарными шторами. На стенах в спальне висят картины и светильники. Здесь есть комод и большая мягкая кровать с качественным постельным бельем. Так что спать здесь, ребята, одно удовольствие. По бокам от кровати находятся сундуки, которые выполняют роль прикроватных тумбочек. А также на полу лежит красивый ковер. А теперь перейдем к жемчужине этого места. Это, конечно же, помещение с баней и бассейном. Здесь очень светло, просторно и уютно. Интерьер продуман до мелочей, начиная от скульптур и картин на стенах и заканчивая комнатой для переодевания, в которой можно найти полотенце, шапочки для парилки и для бассейна. Сама сауна очень просторная, и здесь можно с комфортом попариться. Здесь есть кран с водой, и поэтому не придется беспокоиться о том, чтобы куда-то бегать и наливать воду для того, чтобы полить камни. Хозяева также оставляют эфирные масла, и можно соединить приятное с полезным и насладиться ароматерапией. Сауна работает от электричества, и хозяева сами ее включают. И максимальная температура нагрева 95 градусов. Сразу рядом с сауной находится помещение с душем. Здесь все аккуратно, чисто и просторно. Стены выложены красивой плиткой. В душе есть все необходимые душевые принадлежности, например, гель для душа и шампунь. Но изюминкой этой комнаты является ведро с холодной водой, которое находится под потолком. Здесь можно очень хорошо остудиться после того, как вы попарились в баньке. Ну и, конечно же, нельзя не упомянуть бассейн. Он очень чистый, но, однако, довольно небольших размеров. Но этого вполне хватает, чтобы с комфортом поплавать или охладиться после баньки. Здесь есть противоток, который вы включаете сами, и можете насладиться массажиком или просто поплавать против течения. Температура воды составляет 30 градусов, а глубина достигает 2 метров. В этом же помещении находится большой кожаный диван с пуфиками, где можно комфортно расслабиться после всех банных процедур. Вот и пришло время вкусной части нашего выпуска. А значит, рубрики «Давай готовить». И сегодня мы с вами готовим лосось с овощами и с кускусом в этом прекрасном, шикарном месте. И для рецепта нам понадобятся сок свеклы, шампиньоны, красный лук, лосось, помидоры черри, морковка, пару зубчиков чеснока, болгарский перец, нарезанные помидоры, соевый соус, конечно же, кускус, соль, перец и хорошее настроение. И для начала мы с вами приготовим овощную рагу. И для этого нам понадобится мелко нарезать красный лук, болгарский перец, а чеснок с морковью натереть и добавить это все к нарезанным помидорам. И для начала мы с вами находимся в PC с ET. Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Ну вот мы обжарили овощи примерно 5 минут, они стали мягче и теперь можно доварять соевый соус и перчить по вкусу. После этого будем тушить примерно 15-20 минут, периодически помешивая. Субтитры добавил DimaTorzok Наша рогушка готова! А вот время пришло и для грибочков. Сейчас мы их будем обжаривать до тех пор, пока не выпарится влага. А потом добавим к ним черрики и тоже немножечко обжарим. Ну вот шампиньоны с черриками у нас обжарены, пришло время лососика. И мы его для начала солим и перчим. Пойдем наш лосось на раскаленную сковородку и обжариваем по 5 минут с каждой стороны, периодически его переворачивая. Ну а пока жарится наш лосось, мы приготовим кускус. И для этого нам понадобится свекольный сок, разбавленный один к одному с водой. Добавляем его в кастрюльку. Доводим до кипения, солим, потом добавим кускус, закроем крышкой и подождем 5 минут. Ну что ж, у нас все готово. Давайте украшать и приступим к трапезе. Ну что, пришло время тестировать. Лососик с рову. В таком шикарном месте, такое шикарное блюдо. Простое объедение. Кускус. Ммм, это шикарно. Давайте у нас сразу шампиньончики. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. И добьем это все чериком. Все, всем приятного аппетита. Пока. Ну что ж, ребят, мы вкусно поели, а теперь пришли к Кристиновой суперскую баньку с суперским бассейном. Погнали, ребят. Ребята, это лучшая сауна, где мы парили за последнее время, честное слово. Полностью это поддерживаем. Ну что, сейчас пойдем крутить сальтухи в бассейн. Банзе! Ну что ж, а вот пришла пора уезжать. И делать этого совершенно не хочется. Место просто шикарное. И мы не нашли здесь ни единого минуса, а только одни плюсы. Об этом и хочется вам коротко сейчас сказать. Территория очень кожаная, чистая и красивая. Здесь есть место, где можно спокойно покидать мячик или поиграть в бомбинтон. А также спокойно, классно позагорать на природе. Так что не забывайте взять с собой ракетки. Ну и, конечно же, сам дом вне всяких похвал. С его огромными панорамными окнами, мозаичной плиткой, которой выложен весь пол в доме. Очень красиво. Также спот-лампами в полу, которые делают акцент на картины, висящие на стенах. И высоченные потолки. И вообще, все время, пока мы здесь находились, мы ощущали себя как будто какими-то такими аристократами. Но хотелось бы отметить, что в доме есть два места, которые нельзя трогать руками. Это шкаф с сервизами и алкогольными напитками, и стенка с сувенирами и антиквариатом. И мы считаем, что это правильное решение. Это точно. Но особое место здесь – это баня с бассейном. Там эмоции просто зашкаливали. Это было суперклассно, и баня настолько классная, и так классно попарились. Давно такого уже не было. Так что впечатления были только самые наилучшие. Ну и, конечно, хочется сказать отдельное спасибо хозяевам за их гостеприимство, радушие, доброту и готовность помочь в любое время. А ссылки на бронирование к домику мы оставим внизу в описании к видео. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пишите комментарии. Кушайте вкусно, а главное – отдыхайте в правильных местах. Всем здоровья! До скорой встречи! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!